В Даугу пилослужения Соколе действует сертифицированная система энергоуправления, которая предусматривает повышение энергоэффективности инфраструктуры, уличного освещения и ее модернизацию. В настоящее время близится к завершению проекта инструмента аукционно-эмиссионных квот, в результате которого на новом Форштадте, в средней погулянке и в центре города установлено 1346 новых LED-светильников. Это позволит в ближайшие годы не только снизить выбросы парниковых газов и значительно сэкономить средства самоуправления, но и поспособствует созданию принципиально новой инновационной городской среды. В рамках данного проекта было организовано два семинара для специалистов, занимающихся обслуживанием системы, и для жителей. Основной принцип работы умного освещения довольно прост, но при этом эффективен. Интенсивность работы световых элементов зависит от интенсивности движения на конкретном участке дороги. Датчики движения фиксируют проезжающие автомобили или проходящих пешеходов, передают эту информацию в систему, после чего яркость освещения увеличивается, а затем вновь возвращается к минимальному установленному уровню. Это радарные детекторы, которые не используют свет, а анализируют движение. Это принцип доплеровского радара, который обнаруживает движение, а также датчик потока, тепловизионная камера, которая выполняет анализ изображения. Эти устройства связываются между собой, используя радиочастоту 868 МГц, которая является открытой частотой, не используя коды. В зависимости от местоположения, это может быть от нескольких десятков до 50 метров. Подсчитано, что с внедрением системы экономия электроэнергии в Даукупилсе составит более 750 тысяч мегаватт-часов в год, а выбросы углекислого газа снизятся на 82 тонны в год. Но это далеко не единственное преимущество. Сотрудники управления коммунального хозяйства ИСЕАЛАБИ и КАРТОШИНАДЕ, которые будут управлять системой, смогут обслуживать светильники намного эффективнее, чем до этого. В случае выявления повреждения в системе, сразу же будет получено автоматическое уведомление, содержащее точные данные о типе и месте повреждения. Это поможет устранить неполадки более оперативные с меньшими затратами. Обслуживание новых световых элементов также обходится намного дешевле. В целом ожидается, что затрата на уличное освещение благодаря новому оборудованию снизится на 12% в год. В центре города уже установлены два видеодетектора контроля потока автомобилей, а также модуль датчиков погодных условий и уровня загрязнения, который фиксирует температуру воздуха, атмосферное давление и влажность. Полученные данные будут использоваться для планирования и регулировки транспортных потоков. Задача самоуправления – обеспечить максимально комфортные условия для всех жителей и продуманно решать хозяйственные вопросы. Новое оборудование позволит нам эффективнее обслуживать систему уличного освещения и решить вопросы, связанные с организацией транспортного движения, экономить средства самоуправления и, что не менее важно, следить за тем, насколько чистым воздухом дышат долгопылчане, наши дети и родители. И если это своевременно, и эти технологии могут помочь в решении всех этих вопросов, их определенно нужно использовать на территории нашего города. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Долгопылской городской думы.